Давайте организовываться в Комитеты защиты населения и выражать недоверие этой системе власти, которая привела нас к гибели мирного населения. Всех депутатов и силовые структуры требовать отправить в зону боевых действий, а для населения провести честные, открытые выборы и выбрать открытым голосованием действительно народных, честных людей. Удар по Подмосковью вызвал на России серьезный резонанс. Народ требует немедленно расправиться с действующим режимом, который своими преступными действиями довел до таких последствий. Также там резко обнаружили, что укрытий как таковых у них нет. Вчера прочитала в новостях, что Великобритания одобрила применение Украины ракет Storm Shadow. Сейчас идет война дронов, а скоро наступит ракетная опасность. Хотим знать, какие технические защитные сооружения у нас в округе есть, их состояние, местонахождение, хватает ли их для всех проживающих. Мы, как жители, очень обеспокоены и предполагаем, что таких защитных сооружений и укрытий, и бомбоубежищ либо нет, либо их катастрофически мало. Мы требуем срочно ответить на все наши вопросы. Как оснащена наша область, в частности наш округ, защитными сооружениями и бомбоубежищами. Оснащены ли эти сооружения всем необходимым, чтобы при чрезвычайной ситуации ракетной опасности они смогли принять население. Есть ли достаточное количество сидений, воды, медикаментов, оборудования. Есть ли укрытие всем необходимым требованиям, вентиляция, наличие канализации, санузлов, запасных выходов. Кто отвечает за своевременное открытие этих помещений, у кого находятся ключи. Кто осуществляет контроль за оборудованием, оснащением, комплектацией, чистотой бомбоубежищ, укрытий, подвалов, домов, если они смогут служить защитными помещениями для жителей нашего округа. Также, кроме укрытий, россияне резко озаботились тем, что они будут кушать и введут ли хлеб пока. А сейчас мне хотелось бы дать слово специалисту сельского хозяйства, гражданскому активисту Ирине Яковлевне Энгельгард. Она расскажет, какие были ответы получены на запросы Совета жителей Воронежской области именно по продовольствию. Потому что Совет жителей задумался и о вопросах продовольствия, не только бомбоубежищ. Потому что мы считаем, что по всей видимости нам готовят сейчас еще и голод. То есть вот у нас уже есть военные действия, но еще и с этой стороны можно ожидать подвоха. Я прошу так рассказать о том, какие ответы были получены, прокомментировать как специалиста. Всех приветствую. Не буду долго отнимать время. Работаю агрономом, вижу ситуацию изнутри, что происходит в сельском хозяйстве. Значит, президент Путин в 2024 году объявил год экспорта. То есть мы должны нарастить экспорт продуктов питания за границу. А это значит, что все министерства сельского хозяйства всех регионов взяли пузырек в это распоряжение и стараются как могут. Воронежская область, Курская, Белгородская область в этом году пострадали от возвратных заморозков. Также от почвенной засухи и введены ЧАЭС именно по тому, что посевы погибли, либо частично они каким-то образом пострадали. При этом у нас экспорт из этих областей, экспорт именно продуктов питания идет... Ну, просто течет рекой, все продукты питания уходят за границу. Например, Воронежская область кормит 22 страны, то есть экспорт идет в 22 страны. Белгородская область поставляет продукты питания в 24 страны. Мы в Аграрном совете разработали документ именно запрос по продовольственной безопасности. Мы спросили, что происходит с продовольствием. Будет ли из-за того, что введен ЧАЭС, будет ли прекращен экспорт? Минсельхоз в Воронежской области сказал, что экспорт прекращаться не будет. Воронежская область полностью самодостаточная, она обеспечена продуктами питания, и мы можем торговать налево и направо вот этим продуктами питания. Затем мы задали вопрос, какие мероприятия будут проводиться для того, чтобы обеспечить поддовольственную безопасность региона. Минсельхозы не ответили на этот вопрос, они прикрыли статистикой, как все хорошо. То есть нам расписали, сколько на душу населения приходится мясо, молока, яйца и всего остального. В дальнейшем был задан конкретный вопрос, что мы, вернее, что есть ли продукт питания у нас, склады с продуктами питания. Также был задан вопрос, если ЧАЭС будет приведена, будет приведена карточная система выдачи хлеба, есть ли продукты питания для общеобразовательных учреждений, для больниц, для тюрем. И ни на один вопрос Минсельхоз в Воронеже не ответил. Я делаю вывод, что это тема табу, то есть это тема, которая не должна обсуждаться в обществе. Тем временем, в той же Воронежской области, сейчас лесные пожары, для тушения которых применяют даже самолеты. А значит, больше урожая и продовольствия на России пропадет. Скорее всего, в 2025 году, россиян ждет голод и хлеб по карточкам. Ведь всю имеющуюся еду, они продают на экспорт, не делая никаких запасов. Между тем, на России продолжают жаловаться на беспредел московского режима и его прихвостней полицаев. Там люди призывают объединяться, чтобы дать отпор кремлевским АПГшникам. Этот ролик не записывать я не могу. У меня такое возмущение поднялось. Вчера я слушала прямой эфир «Кто предал народ России». И там говорили про Алину Лушавину, которой забрали 20 силовиков из дома в масках и били ее. И вот хочу рассказать свою историю. 7 сентября я сфотографировалась с плакатом «В защиту Алины». Я вставила в интернет. Мне двое полицейских пришли. Принесли мне предупреждение 54 статья. Начали расспрашивать. А я им сказала, 51 статья, я говорить ничего не буду. Принесли мне предупреждение, оставьте и до свидания. И они ушли. И вот хочу обратиться к народу. Давайте станем народом. Моя милиция меня не бережет. Прошли те времена. Теперь по любому поводу могут прийти к каждому. Давайте объединяться и создавать советы. Моей маме, пенсионеру, повысили социальную выплату в 2024 году аж на 90 рублей. А депутаты повысили себе зарплату за 2023 год до 800 тысяч рублей. То есть в 2022 она достигла 400 тысяч рублей, в 2023 уже 800. В 2024 пока не знаем, какая у них прошла индексация. Сами себе пишут законы, сами увеличивают зарплату, сами жируют, пируют. А мы все это позволяем с вами. Поэтому очень важно спросить с депутатов Государственной Думы отчет за их райское наслаждение, за наш счет. В Белгородской области снова засветились российские боевики-мародеры, которые на этот раз заняли усадьбу купца Корнева в Валуйском городском округе. Между тем, российские боевики продолжают жаловаться на массовое кидалово со стороны Кремля и говорят, что жалеют, что подписывали контракты. Теперь они остались без денег и с испорченным здоровьем. Был обманут чиновниками Министерства обороны и коррумпированными чиновниками, которые имеются в нашей стране. Это очень печально. В ходе боевых столкновений 18 мая того года мною было получено тяжелое ранение. Пролежал в госпиталях Министерства обороны в Белгороде, в Москве, в Пскове, в Курске, в Луганске. Медиками не было, мне оформлена инвалидность, не сделали мне военную травму. По окончанию контракта вернулся в Республику Бурятия, подал заявление на инвалидность. Из этого ответа следует, что я где? Ну, я был на войне, да, на этой специальной военной операции. Потерял руку. И как нету основания установления военной травмы в данном случае, если бы это все подтверждается медицинскими документами, они это сами пишут. Почему? Чем мы хуже остальных? Слышали, как по федеральным каналам России пропагандисты угрожают ядерным оружием. И не то, что угрожают, даже призывают, надо сбросить бомбу в Украину, чтобы там все испепелить, чтобы они задумались, чтобы Запад посмотрел, какое там дальнобойное оружие разрешают. Надо применять уже ядерное оружие. Мало того, что пропагандисты тупые. Ну, им лишь бы что-то наговорить на видеокамеру и прославиться на всю Россию. Потому что они знают, что будут народ поддерживать. Да, да, да. Но, я вот что хотел сказать. А каким образом, привет, медведь, этот экс-президент России, ну, вы поняли, о ком я говорю, Дмитрий Анатольевич, он-то как угрожает, он говорит, терпение России в применении ядерного оружия может закончиться, и мы ударим по Украине ядеркой. Ты дурак, что ли? Действующий президент говорит, мы никому не угрожаем. Это нам угрожает. Путин говорит, у нас все по плану, все по графику. И вдруг Медведев говорит, у нас может терпение закончиться, а мы ударим ядерной бомбой по Украине. Так вы меня извините, если президент говорит, у нас все по плану. Так вы, значит, это планировали? Так вы тем более дебилы и уроды, и людоеды. Если вы угрожаете ядерным оружием и говорите, у нас терпение может закончиться, значит, вы планировали этот удар, правильно я понимаю? Ну, а как еще понимать? Если у вас все по плану, все по графику. Вы дятлы, вы не думаете, что говорите, когда говорите, как говорите. Вы просто не понимаете даже сами себя, как вы себя ведете и как вы врете народу и всему миру. Вместо того, чтобы тратить ежедневно миллиарды на ракеты и снаряды, лучше бы немытая Россия навела у себя порядок, а то кругом одна разруха. Кипец. Когда наведут порядок, все диваны выбрасывают, мешки грузят. Вот они. Вот, пусть так молодого человека уберем. Вот привозят на тачках. И пошли, вот они привезли, выбросили диваны. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.